Друзья, всем привет! Очень сильно извиняюсь за задержку по итогам творческого конкурса. По программе нашего клуба несколько раз в год мы делаем творческие конкурсы, и, как правило, они все посвящены государственным праздникам. Преимущественно в этих конкурсах участвуют воспитанники клуба Ярополк и младших групп. В мае мы организовали конкурс, посвященный Дню Победы, и задача была связать именно в рисунке или в поделке Великую Отечественную войну и специальную военную операцию. Мы смотрели таким образом, чтобы на работы, чтобы дети выполнили эти работы самостоятельно. Все участники без исключения получат памятные подарки. Это тарелка с изображением спортсмена World Design, а первые места в каждой возрастной группе получат у нас дополнительно спортивный приз и грамоту. В данном конкурсе участвовало 14 воспитанников. Это дети от 5 до 13 лет. Владимир Щуров в возрасте 5 лет. Мы решили сделать так, что он один, поэтому мы судим его как категорию 7-9 лет. Итак, прежде чем озвучить победителей, мы хотели вам показать работы наших паспитников. Так, это клеммок Степан решил изобразить таким вот образом. Вот Щуров Владимир. Современный танк. И, соответственно, танк Великой Отечественной войны. Это еще одна работа Никитенков Владимир. Это Аплята Павел так изобразил. Это Шестаков Артем изобразил. Это Талейкин Иван. Романюк Влад. Финогенов Ярослав. Что мы здесь видим? Тальцов современных. Это получается Григорий Харсений. Это еще одна поделка. У нас все работает, как обычно, президент Российской Федерации. Это у нас делал Кузнецов Ярослав. Это костюм Захар. Это вот еще одна поделка. И вот такой танк Великой Отечественной войны из картона. И вот у нас Петров. Итак, по итогам конкурса мы разделили две группы. 7-9 и 10-13. В группе 7-9 лет первое место мы отдаем оплятие Павлу. И вот его работа. Да, видно сразу изобразил связь времен. Великая Отечественная война и зона специальной военной операции. Многие дети у нас делали преимущественно только Великую Отечественную войну, но не все. Но вот эта работа сразу видно. Творчество. Наклеим. Подписал. В группе 10-13 лет мы решили сделать два первых места. И один из победителей – это Кузнецов Ярослав. Вот его поделка. Мы видим, да, Зет за победу. Изобразил современный танк. Соответственно, легендарная полуторка машина наша. В годы Великой Отечественной войны. Видно, что сделал сам. А второй победитель в возрастной группе 10-13 лет – это Финогенов Ярослав. Ну, как я и говорил, как я вам и показал, спасибо за мир. Мы гордимся вами. Вечная память героя Великой Отечественной войны. Держитесь, братья. То есть он изобразил как рисунок, так и, соответственно, лозунги, слоганы из прошлого и настоящего. Большую часть рисунков данного конкурса мы передали военнослужащим воздушно-десантных войск 2 августа 2023 года, когда передавали им гуманитарную помощь в районе Луганска. Детишки, спасибо вам большое. Для нас это очень важно. Итак, вот письма. Спасибо. Спасибо. Каждое письмо будет прощало обязательно. Обращаясь преимущественно к родителям, очень сильно еще раз извиняюсь, податки вы все можете получить у администратора клуба. Следующий конкурс мы проведем в следующем учебном году, как правило, в ноябре. Приходите в Ярополь. Редактор субтитров А.Семкин